так сегодня у нас саня какое 15 марта корона вирус экспедиция сегодня так назовем корона вирус экспедиция вон там кстати он там монастырь вон там монастырь девушки вон там монастырь я я это подходил к нему вплотную в тот раз он там монастырь до райхерштайн как-то так райхенштейн вот это вот железная дорога была давно а тут типа это станция железнодорожная была когда-то и мы пойдем по бывшей железной дороге пока что так бывшая железная дорога граница с бельгией не знаю бывшие или настоящие бельгия вроде закрыта но мы туда пойдем так кто-то начинает пирамидки ставить но мы продолжаем саня ложи а я рядом положу чтобы разрасталась пола сюда упал пирамида будет большая так но это начало заповедника национального айфель это типа дорога памяти и указатель нам туда на железный крест вон туда куда пирамида были надо отметиться вот этот камень рядом положу чтоб продолжалось дело пирамидные железный крест было тут разотри наверно тут вот сейчас мы подойдем вплотную таким историческим лестницам по исторической лестнице вот так вот хоп-хоп-хоп и на вышине и около креста ну все дошли крест наличие все в порядке внизу тоже нормально саня фото это ветер историческое место железный крест огромнейший и мой зерновой самогон на орехах на кедровых орехах и это хорошо так вот это вот место под крестом такой гротик небольшой давайте пойдемте пойдемте сюда и вот такая вот а как ее зовут дева марии или как я не знаю общем 40 центов стоит свечка можно вот даже есть зажигалка вот этот керценгейт ну короче эти деньги куда ложить вот можно саму прийти 40 центов заплатить можно бесплатно и поджечь и сказать это сказать чтобы точно не тут молитву нужно другую тут в общем нужно поставить свечку и сказать чтобы приняли конституцию россию 22 апреля вот точно мы так господа вот так же нужно было бороться так китайцы просто они же другой веры они не знали нужно было вот это прочитать и мне ничего бы не было бы были в общем вот так вот четкий учу это открывая этот рюкзак положим тебе четко у нас нет таких домов в общем такое место прикольненько и можно дотронуться туда надо надо как это осенить себя крестом были нафиг ну в общем вот такой прикольный мест не он там парень такой он держит эту четку деревянная в общем место прикольное посетить необходимо для разнообразия не просто поезд уходить а как бы и посетить места путевые вон крест наверху а вот этот гротик все нормально соответственно скамеечки я взял с собой градусник сейчас на солнце правда 14 градусов и 55 процентов влажности моя волшебная палка экспедиционные против коронавируса все моя погода прекраснейшая давно такой не было а он там прикольно смотрите чё там смотрите 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 это это эти кормушки для для птичек смотрите какие классные нифига не из картона не из чего вот вот так вот а это это фабричные такие вот тоже классно птички тут летают бы такая вот деревяшка все все как надо хорошее место тут такая кормушечка так бы вискарибы ставили бы в лесу до подошел попил дальше пошел в общем все классно место путевая рекомендую к посещению еще раз там крест грот и окрестности не так проснулись муравьи кто-то разворошил их какой-то зверь разворошил и вот все муравьи выскочили да и солнце так светит хорошо общем они уже про на пальцы мы решили мы решили все-таки сделать эту как бы реконструкцию такую в общем сами давай берем открывай открывай так деньги вот сюда 40 центов мы можем все по все как надо все но ты не взял не скотом надо было меня так что я такое не делаю ладно ладно я тоже на камеру не делал потом вот тут этот зажигалка сами не тупи открывай зажигалки или эти свечки спички да все в наличии зажигай мы без всяких этих молитв а просто как бы чтобы продемонстрировать как это делается вот так и ставится за всех кто живы выбирать как как ты сказал сами аж до глубины души сереж это почему вот все все нормально мы это сделали как надо как как требует это место все со спокойной совестью идем дальше ура вот так вот этой информационный стенд дорога памяти катаются на велосипедах тут почему бы не ездить туда вот ходили таскали все через границу контрабанду до таскали в рюкзаках и вот вот через это место будем так говорить так а вот эти вот меня я еще в другом месте их вилок кручете рельсы старый режим его по нифига силу об катаются классно в общем старые жены и рельсы тысяча восемьсот восемьдесят четвертый год хитты какой-то хитты но это понятно бог ум вот эти вот в копали их как историческая ценность тоже имеет смысл нормально в общем вот мы на этом мосту называется виадук как бы типа того вот так вот высоко стоят таблички предупреждающие даже со светом что тут амфибием вандернг типа фильм ну эти лягушки прыгают через дорогу и нужно быть осторожным чтобы их не поранить вот так вот велосипедисты катаются ну и мы гуляем забыла раньше железная дорога в общем сейчас просто для прогулок информационный стенд ну и показано что тут вот перевозили военных в первую во вторую мировую войну вот по этой же дороге вот этот виадук тут и была железная дорога сейчас мы гуляем по ней как красиво вот только тут сейчас начинается вот такое дело у нас давно уже отцвели это вот дикие вот такие вот цветочки вообще классно тут еще сера так все у нас то уже почки набухают 40 километров отсюда здесь еще так сказать зима в разгаре идет все таки вот прикольная такая вещь издали видно что водичка вот так вот капает она светится какие яркие краски здесь вот это вот это вот мхае как это назвать я не знаю тут ярко так все тепло сочно и и вот капает такая водичка вот видно даже она на солнце так блестит очень красиво очень прикольно вот это вот весь склон так вот капает обкапывается ну как бы горы не горы это ордены и вон там тоже камни и вот все капает ну саня айфель это большое ордены это вот именно вот здесь вон там все капает красиво прикольно солнечно весенние очень очень много велосипедистов особенно сейчас все проснулись и катаются разные велики разные экипировки людишек но это вот такие пензионеры так вот этот весь склон вот этот весь склон вот 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 будет скоро желтый вот таких диких классных цветах как это цветами нарциссы точно это вот дикий нарцисс вот весь весь склон будет такой вот сколько не посмотри и вокруг вот эти вот растут уже во этот вообще я бы тут сел бы и забухал бы блин здесь мы отметимся тоже блин вот так вот чик все дальше по тропам по таким размеченным дорожкам все размечено под номерами сейчас посмотрю посидели вон там на склоне перекусили внизу была журчала речка и сейчас журчит очень хорошо так на солнышке посидели ну сейчас мы спускаемся к речке так короче шли шли мы по тропе вот по такой тут у нас стала такая с водяными пригралами и вдруг в луже но я не знаю ни разу такую не видел может быть я и ошибаюсь но по-моему это вот яйца этих лягушек или каких-то земноводных зверей или чего-то там а муж крокодилов кто-то запустил вот в общем такие вот крокодили и яйца все ну в общем вот так вот шумит речка рядом ну и мы идем просто по тропе просто по лужам потому что у нас не промокаемая обувь все в порядке какой прекрасный ручей наверное заглушает меня но тут классно весна вообще просто природа все хорошо народу куча ходит и мы тоже такие вот забавные указатели везде эти лягушки указаны значит очень много лягушек летом наверно вот такая вот тропа и она продолжается то что вот много было осадков за прошедшие дни из-за этого много грязи а так хорошая бы тропа была да и сейчас нормально в общем вот рядом ру течет себе какой-то мостик сейчас посмотрим через ручей небольшой который впадает в ру но тем не менее вот блять фигачево он входит ничего себе вот так сами деревяшки крепенькие да вот это вот это вот шатается поручень в общем в таком темпе проходит наша прогулка вон там какой-то брод как бы видно что кто-то на технике спускался сюда может быть танки а может быть хей может просто повозки не знаю но видно что спуск к воде идет вот нормально целый день на свежем воздухе очень хорошо давно я не был в лесу все какие-то причины находились теперь то вот целый день вот интересная кора дерева вот так вот раздвоилась как бы ну вот раскрылась и такие следы остались прикольно ни разу почему-то не видел такой может не замечал как будто видно ее структуру что она многослойная это кора вот так вот это выглядит что-то что-то интересненькое всегда можно увидеть в общем вот такое вот дерево большое было огромнейшее его свалило ветром видимо но видно что внутри оно рухлеть было как бы видно что больное дерево было большое но больное а вот сейчас подойдем вот к тому сломанному вот там вообще конкретно это вообще свежак вот буквально неделю или две блин да сам ну тоже смотри внутри рухлить о бля такое смотри как вывернули а просто развернуло его и свалило тут рухлить о мягкая вон как губка да как губка вон оно мокрое даже так то оно еще живое вон видно но уже все но его конкретно блин сломало блин развернули перевернули да вот тут по каким скальным породам спускается вода ручей эпично так вау жестко мостик мостик по нему проходит вон там тоже порог сильный вот тауна классно бля так палку я свою поставлю вот это порог вау мощь да нормально вот по этому мостику мы перейдем речку рур он там мостик здесь вот такая вот хюта стоит аж каменная но что то все вот даже тут костерчка нифига что вообще нельзя делать а кто то жег вот ну как бы и так то вроде как идея прикольная с крестом обязательно конечно вот идея такая прикольная да вот каменная хюта и со столами но что то вот где мы посидели просто на камнях намного лучше тут как то сумрачно не мне не нравится так вот здесь на улице сделаны сделаны места чтобы посидеть чисто на улице тоже так добротно все прикольно вот тут можно было бы посидеть тут бы я поселил но опять же людей дофига ходит людей дофига ходит и как бы я не люблю такие вещи но кому то нравится вот так вот присесть рядом с дорогой тоже костер почему то вообще меня это удивляет костровище вот люди ходят а мне вот на эту можно было бы и дальше пройти но я не знаю как далеко еще идти до следующего моста поэтому переходим здесь так мостик нормальный все держит хорошо хорошие виды туда-сюда все классно блин вообще ул скальные породы тут такие эпичные опять же все ну прогуливаться тут вообще классно отлично вот такой видос классно классно в общем река рур я не знал что тут на дебилы сплавляясь на лодках но по таким порогам ну и вот табличка пожалуйста здесь произошло несчастье с моим любимым химом в шестьдесят третьем году гласит табличка вот так вот происходит ну видимо здесь на этом пороге он головой стукнулся или как-то что-то произошло вот место такое все понятно еще один мостик чизур мощный поток воды а вон туда мне хочется прямо сесть прямо манит такая лавочка она если солнце бы еще было вообще бы классно такая полянка ровнейшая полянка не знаю как добились такой такой ровности и вот вон там монастырь видно а здесь можно присесть у а лавочка такая тепленькая но нагрелась за день ну так хорошо ну ветерок ветерок еще такой весенний ранний весенний ветерок меня сразу их прихватит отлично так очередной ручеек надеюсь он чистый ну и конечно это был бы не я если бы я не попробовал из него попить вот так вот в мою походную кружку набираю набрал все чисто а вкуснятининская как самогон как самогон эй самогон течет да пей конечно самогон дайте мне с флягой надо приходить а а ты будешь да ты не классно все мы набрались жизненных сил от природы все попробуем и все умрем через полчаса отлично так вот такая прикольная часовня вот где нужно было воду топить но нам же интереснее из лужи попить да нам же из лужи интереснее пойдем посмотрим открыто станет нет много так открыто можно заходить понятно все как везде тут 25 центов всего лишь стоит свечка пожалуйста можно ставить полностью забито все как надо тут слава слава благодарности от людей тут 25 центов всего в общем многим помогло еще раз так тут только этих данки написано все понятно так наверху вот так вот все ясно что выходим я и лишь не буду мешать может присесть приложиться на коленки ну а мы идем к машине сейчас в принципе маршрут заканчивается все в порядке как надо еще раз обзор такой все есть вот рекорур а вот крест вот секретарь таможни вон драчек семьдесят первом году здесь как бы при невыясненных обстоятельствах погиб видеть что с ним произошло не знаю но вот крест стоит вот так вот повсюду указатели карты ну да мне кажется ну да мне кажется